ММА Бетс У нас есть бойцовский клуб диванных аналитиков, где разбираются полноценно все интересные ивенты Самые основные такие как UFC, Bellator, ACA, Contender Series Ну вот такой, знаете, самый сок, так скажем, да, PFL, всеми любимый И я хочу заметить, что у нас в бойцовском клубе уже полностью разобран вот этот турнир UFC Который у вас сейчас на экранах, уже все, подкаст выложен, да, в формате видео, как вы любите и как вы привыкли Более того, у меня было время, я еще со следующей недели уже на мирной турнир, предварительные бои То есть большую часть турнира, там 8, по-моему, боев разобрал То есть тоже можно уже ознакомиться с кэфами, все, прикинул Так что welcome, друзья, ссылочка на бойцовский клуб в описании в закрепленном комментарии, вот здесь вот внизу Также для самых искушенных, да, вы можете у меня в телеграме, в ссылке профиля найти ссылочку на канал Где я еще в виде голосовых третьесортные промоушены разбираю Ну, я так называю, типа, КСВ, там, Catch Warriors, вот на этой неделе LFA разобрал One разобрал, да, там прям в формате голосовых тоже подробно Но, опять же, это кому интересно, это тоже, конечно, не бесплатно В общем, вот такие дела, давайте я вам расскажу про турнирчик, который я для себя выделил И, знаете, вот турнир начинается неделька в четверг с необычного турнира Вот честно, я раньше не видел то, что линию на этот турнир давали А вот сейчас вижу, что есть, по крайней мере, на главный бой, может быть, и на другие что-то дадут Некоторых бойцов я здесь знаю, но из интересного это, наверное, только все-таки главный бой, да Здесь у нас Илс Джирон против Джейсона Поне Собственно, и Джирон, и Поне ранее выступали в PFL, если я верно помню И, в общем, в целом, они неплохие бойцы, по большому счету И чисто со спортивной точки зрения только, ну, только вот этот бой, наверное, интересен Ну, еще вот этот бой тяжеловесов, но, опять же, наверное, уже менее Наверное, менее интересный, скорее всего, вам-то вообще ни о чем не говорит Далее, друзья, ну, у нас здесь стандартно, у нас здесь классический Я, честно, я очень рад, вот эти вот турниры у нас возвращаются One Friday Fights Я еще перед Новым Годом на сайте One специально чекал Такой думаю, ну, будут они делать, нет дальше, потому что никакой инфы там нету На сайте ничего не было, в инсте ничего не было И все-таки, наконец-то, я смотрю, появилась инфа 47 Friday Fights, все как обычно Это кайф, это хорошо Турниры дико зрелищные, всем советую, если вы еще не ознакомились, не смотрели Я всем советую это смотреть, да Здесь обычно пара ММА-боев и Муай-Тай, как правило, противостояние Бывают и по кику в том числе Также будет у нас полноценный ван-турнир One Fight Night 18, где в главном бою будет Шамиль Кобра Гассанов Против, кстати, такого неплохого, непростого корейца Ну и помимо этого, тоже интересные бои здесь будут Наш соотечественник Артем Белах, например, тоже против не самого простого Монгола Ну и будет у нас Бибулат Исаев, Али Алиев Ну, собственно, Бибулата Исаева еще можно знать Али Алиев я, честно, сходу не припомню Кто также представитель Эссея Янг Иглс Ибрагим Дауев здесь дебютирует Тоже против очень непростого соперника Вообще, знаете, хорошо выглядит турнирчик Ну, тоже линия на него есть Можно с точки зрения ставок рассматривать Да и по зрелищности, я думаю, будет все очень неплохо Далее, LFA 174 Да, турнир пойдет в Миннесоте Турнир транслируется по Fight Pass Я уже не раз говорил, это чистая фарм-лига UFC То есть, ребята, которые здесь зрелищно-классно выигрывают И особенно, если берут пояс Это уже люди, которые в UFC будут, да А здесь у нас Джакуби Джонс Он пытался в UFC попасть через Contender Series Проиграл там вот сейчас Будет защищать свой пояс, потому что его, оказывается, даже титул-то не лишили Насколько я понял, он бывший чемпион LFA Ну, точнее, действующий, да Против такого очень приставучего грэпплера-джитцера С которого просто, ну, невозможно бои смотреть Такой, знаете, цепкий этот чел Кеган Генрич Ну, тем не менее, это интересно Ну, и такие здесь есть проспектики восходящие Да, Куан Ли 6-0 Который, я думаю, что Если продолжить там еще, ну, буквально Ну, пару победочек Может, одна Ну, я, честно, уже практически уверен Что он на карандаше у матчмейкеров UFC Потому что он зрелищный Он все умеет, довольно выносливый Думаю, что держит уже в виду этого джентльмена Имеет в виду, да Вес Шульц тоже Ну, такой, знаете, типа LFA Проспект Можно, наверное, тоже его назвать Грэпплер Ну, мне, честно говоря, не сильно кажется Что он прям хорош Но все равно посмотрим Ну, и очень много здесь Таких, знаете, очень-очень местных ребят Потому что, как я и сказал В Миннесоте здесь бои И вот из Миннесота очень-очень много бойцов Ну, вы сами понимаете Известных там не так и много Далее идем Prime Show MMA 7 Хэштег Гра Я не знаю, как это охарактеризовать Да, ну, если в целом То это польская поп-ммай Куда периодически заманивают еще каких-нибудь Ну, там плюс-минус известных ммашников Чтобы они там по правилам Какого-нибудь бокса там Или еще что-нибудь выступали Вот, но опять же Линия на эти турнирчики Всегда в европейских конторах есть Поэтому я имею в виду, так сказать Эти турниры, да Ну, а выделить здесь совершенно некого Вот честно Совершенно некого Зачастую тут Какие-то непонятные там Блогеры Тиктокеры И прочее Вот такое вот Но, тем не менее С точки зрения ставки Это интересно может быть Ну, особенно если есть у вас аккаунт Например, в конторе Фортуна, допустим Да, в европейской Далее Вот это у нас центральный Самый классный Турнирчик недели Да, это UFC Fight Night Анкалаев против Волкера Реванш у нас здесь Конечно же, главный бой Будет разобран здесь На канале, друзья Я вижу, что в голосовании Выигрывает Комэн-Ивент Уже уверенно И, скорее всего Он тоже будет разобран Здесь на канале Да, в отдельном видеоролике Ну и напоминаю Каждую неделю, друзья Присоединяйтесь В голосованию Выбирайте Ну, как бы Это бесплатно совершенно Это здесь на Ютубе Происходит в разделе Сообщества Прямо вот здесь Просто каждое воскресенье Я обычно в воскресенье В понедельник его делаю Заходите Тыкайте Вот какой бой Вы хотите, чтобы мы разобрали Вот на этой неделе Я вижу, что люди тыкают На Комэн-Ивент Никола ОКП Поэтому На что вы Натыкаете То мы и разберем В целом Как я и сказал Весь этот турнир Уже разобран У нас в бойцовском клубе Я уже записал Разбор Все про всех Рассказал Из интересного Здесь Очень хорошее Противостояние Рикки Симона и Марио Баутисты Как мне кажется Потенциально крайне зрелищный бой Фил Хоуса и Бруно Феррейра Выступление Андрея Орловского Но оно Как мне кажется Всегда Интересно Хотя сам бой Наверное Не всегда зрелищный В общем Нормальный такой турнирчик В субботу Вечером Если я не ошибаюсь По-моему в 12 По МСК он начнется Присоединяйтесь на наш Стримерский канал Агрессив Лайв Тоже в описании Будет ссылочка Вместе посмотрим Покайфуем Полайвим Я думаю Что будет неплохо Будет лампово Как и всегда Далее у нас Юрай Фейбер С Муай Тай 3 Опять же Я это почему вообще выделяю Ну потому что Юрай Фейбер Вот свой промоушен Этот A1 Комбат Завел Его транслируют По файт пассу И на него Последнее время Всегда есть линия Но вот отдельно Он начал еще проводить Вот эти Муай Тай Конкретно Бои Пошел по стопам Организации Ван И тоже Я вижу Что здесь далеко Не все бойцы Муай Тай Зачастую Здесь ММАшники По правилам Муай Тай Дерутся Линии На первые два турнира Я не видел Но мало ли Может быть и будет линия Потому что Как я и сказал Сюда ММАшников Подрежают На которых обычно Линию дают Ну Просто держите в голове Что вот такое вот есть И это даже может быть интересно А возможно Кстати и зрелищно Я даже впервые Гляну Ознакомлюсь Посмотрю Как они там будут выступать Далее Шемрак FC 351 Турнир Организации Шемрак А вы как хотели Очень Такая старая Древняя организация Обычно Бои проводятся В Миссури В городе Сент-Чарльз И соответственно Иногда Бывает на нее Линия Поэтому всегда Я тоже просматриваю Кто там дерется Что предположить Будет ли Или не будет Да Следует разбирать Но здесь В главном бою Очень интересный Джентльмен Лукас Клей В моем понимании Ну некоторое время назад Мне он казался Еще таким Очень интересным Проспектом Но что-то знаете Он что-то раз проиграл В крайнем бою Еще раз проиграл Бобили Хотя опять же Можно ли пройти Бобили Да конечно можно Ну типа Если ты проспект Почему ты этого не делаешь Но в любом случае Лукас Клей Очень такой Ну очень такой Знаете Неудобный Очень такой Прилипчивый Борец Греплер Да Ну вот выступает Он здесь в главном поединке Он выступает у себя дома Понимаете Его сюда позвали Только потому что Он из города Сент-Чарльз Да Поэтому в главном бою Его поставили Дали ему чело С отрицательным рекордом Коди Карилю Ну как бы Окей Я все понял По кэфам На него будет 1-0-1 Да скорее всего Ну и далее Главный Боксерский Ивент Этой недели Это у нас Противостояние Конечно же Артура Бетербиева И Калума Смита Бой очень интересный На мой личный взгляд Но опять же Из остальных Я выделить здесь Особо никого не могу Я особо их и не знаю Честно Но в целом Выглядит так Что Вроде Очень такой громкий Хороший Качественный Вечер Бокс Да организовывает Топ-ранк Транслируется По ESPN 4 титульных Боя Мы видим В верхушке Ну мне кажется Прям таки хорошо Прям таки неплохо Ну вот такая вот Неделечка Друзья У нас получается Собственно Стримчанский Будет один На UFC Приходите еще раз Всех Буду рад видеть Напоминаю Что в бойцовском клубе Разборы UFC Вот этого И уже предварительного Карда Со следующей недели Номерного Номерного Который пройдет в Канаде Там в главном бою С Триколом Деплеси Уже есть у нас В бойцовском клубе Можете ознакомиться Послушать Ну и конечно же Какая-то херня Тут вылезла Ну и конечно же Подписывайтесь На все наши ресурсы Ресурсы Пишите ваше мнение В комментариях Это очень важно Как я и говорил Просмотров на рубрике Всегда довольно мало Там типа 300 400 500 В хорошие Недели Бывает там 800 Да Типа Это конечно Крайне мало Рубрика Ну и лично Для меня Ее интересно Делать И она живет За счет комментариев Когда я вижу Что там По 10 По 20 По 30 Комментариев Бывает Казалось бы С такими маленькими Просмотрами Очень много Комментариев Где вы поддерживаете Пишите Что вам Что вам Это нужно И это Меня Заряжает Продолжать Это Дело Друзья Поэтому Вы Продолжайте Тоже Ну Собственно На этом У меня Все Остаемся На канале В ближайшее Время Мы с сенатором Запишем Разборы Двух Поединков И конечно Еще Наверное Сделаем Сектор Гасса Нашу Любимую Рубрику Про Кратенько Про все остальные Бои Этого Карда Конечно Без Каких Подробностей Прогнозов И так далее Ну Просто Поговорим Пообщаемся Поэтому Остаемся На связи Друзья Огромное Вам Спасибо За Внимание Спасибо За Поддержку В виде Лайков Комментариев Всем Пока